судя по опавшей листве у нас прям осень но на самом деле очень и очень жарко ночью так хорошо спала какой-то сон дурацкий снился но даже он мне не помешал и тут просыпаюсь как-то мне душно плохо еще и на низкой подушке когда сплю это еще хуже в действие оказывает и вот это вот именно удушья часто будет это не то что тебе жарко это вот когда не можешь сначала вдохнуть потом не можешь выдохнуть пошла пооткрывала террасу еще одно окно в зале и в общем-то стало полегче и только заснула собаки лают у соседей потом начали другие собаки 3 вдалеке услышу я вышла на улицу слышу а у них в огороде дикие свиньи причем их так много и такой прям жор стоит и грохот то сейчас иду тоже медленно прислушиваясь мы как-то вечером но не очень поздно из города возвращались и пробежала через дорогу приблизительно где-то здесь жопа такая квадратная и большая достаточно свининка но не было за ней толпы кстати у нас говорят в прибире вот в селе рядом как раз вот на фактически на выезде с нашей дороге начинается уже въезд прибир большое село убили медведя я не поняла на самом деле в убили его потому что он приходил в село он был там или просто охотники вроде как из прибира ну с какой-то ну типа отстрел знаете вот этот вот который проходит причем это очень кстати строго даже за каждую свою свинью несмотря на то что они наносят огромный урон кстати на свинья задержусь я не знаю рассказывала я вам или нет вот ситуация такая случилось что уже на кладбищах раскапывают эта территория кострена это в принципе не так далеко от нас кострена да правильно говорить и над ней вот все тянется к верху гора и очень много перекапывают очень много во дворах у людей там прям фотографии видео были журналисты снимали не бояться ничего и днем и утром и и вечером и на кладбищах прямо вот могилы перекапывают естественно это не два метра они выкапывать не траничит с извиними сказать мясо но вот этого перекопанная земля червяки все это их привлекает и что решила служба сделать они подымают вот обратная сторона ограды где раньше например могли кидать траву землю какую-то или еще что-то но как бы автоматически подымалась но и не чистилась искренне говоря то теперь уже другая сторона за территории кладбища все это расчищается делается ров и каменная ограда подымается еще дополнительно или с помощью камня или с помощью решеток чтобы но обезопасить могилы чтобы они это все дело не разрушали но и плюс люди которые туда приходят естественно были ну в какой-то безопасности в домах этого сделать не могут и естественно люди как-то вот жалуются но блин ну вот отстрел но вот есть там не знаю например грубо говоря 12 если они 13 убьют уже за нее строго отвечать у нас была ситуация недавно там мужики были вообще машина без таблиц и прикиньте и пьяные сидели еще и свинью грохнули вот не знаешь за что первое хватает за что поймали зато и повесим да так что приятного мало я пыталась их испугать звуком испугать светом им по барабану они копали но к счастью не перешли на нашу сторону потому что у нас уже не там на углу дома опять на новом месте шурудили раскапывали приятного мало опять надо за ними это все закрывать ладно если цветочки вырыли если там деревья или еще что-то или как раньше у нас цветы там росли как для бизнеса то это был бы очень большой ущерб ну что еще вот я их погоняла утром стали школа опять у нас вчера автобус опаздывает на целый час мы уже в панике в шоке или случилось что-то позвонили в школу толком не объясняют почему не ехал водитель водитель тоже вот я не ехал потому что там что-то школа оказалось сегодня только разобралась и что у нас как было два дня когда по 7 часов из-за того что училка сломала ногу нам сказали так пока она не вернется будет по 6 часов и в автобус будет раньше детей возить и нас вообще не предупредили о изменениях в том плане что теперь но я вижу что музыка онлайн но в понедельник у них есть как называется дополнительная книга активности они теперь будут в понедельник вдруг неожиданно они теперь будут как вот было раньше по расписанию а во вторник из-за музыки типа типа 6 часов ну короче вот вроде деталь вроде такая мелочь но если не предупредят родители они не знают когда бегать за ребенком до верхний с по дороге или что-то случилось или надо за ними ехать вчера муж давай я поеду по пути проверю говорю на что если они свернут даже если что-то случилось свернуть куда-то типа если они в селе каком-то стали или не дай бог они проехали круг сделали где-то тебя нет ну короче дурацкой ситуации вчера съездили в индустриальную зону подруга нашего соседка словенка столько на прикалывали столько насмеялись вчера обошли очень много магазинов мы давно не были это получается вот когда мы готовили один объект к ней начало летом с ним тусили а потом вот как то так вот каждый в свою сторону но неважно них там тоже постройки застройки обновления и вчера заехали сделать новый магазин дождите к мужик машине видел что я снимаю такой машет прикол в общем приехали на эту индустриальную зону мне там очень нравится почему потому что не очень далеко от нас ну наверное меньше получаса полчаса по хорошей там драссе новый и купили вот я коротко засняла там просто мелочь для дома но приятно и там сконцентрировались новые магазины и один новый абсолютно но по крайней мере новые на той локации все для дома там огромный комплекс выстроили объединяет его со славянским магазином леснина непонятно останется это славянское все дело или нет чуть на конкретно не сказали но не важно дело в том что вроде как пополнение по магазинам еще что-то новое достраивается и вот я за 60 евро ну не знаю так если сказать например плодины да те же самые супер плодины большие они реально супер у них нет такого вот глобальных проблем как по маленьким магазинам купила например две простыни они под какой-то маркой эко идут обычные хлопковые с резинкой но вот другие покупала даже вот магазины там для дома какие-то марки быстро лопается это простынь и ткань какая-то такая но больше похоже на это на сетку блин чем на марлю чем на обычную ткань а тут действительно плотно очень ткань даже сказать чуть жестковатая но это классно конечно меньше будет стираться и катышками собираться и она была всего по 5 евро я думаю нифига себе так удивилась обычно не два-три раза дороже взяла двину чтобы слишком тоже знаете это самое не расходиться корзину хорошую плит но плетеная металл и декор вот я засняла 50 куна у нас такие в два раза как минимум дороже плюс было за 5 евро прикольно тоже переплетенный и вроде как надо для хозяйства но опять это надо все перекладывать раскладывать и добавлять я уже думаю ладно не буду сейчас извращаться в любом случае нам надо будет одну комнату для дочки естественно переделывать когда она вырастет и кучу всего покупать лучше тогда закупить все как-то более-менее в стиле в одном как комплект и очень прям металлическая прямо на дороге вот это ой ящерица и мы значит там некоторые вещи просто посмотрела по цене хотела вам снять но неудобно реально неудобно в магазине вот это сеть заснимать останавливать что еще а ну вот там для дома для стирки для уборки столько классных вещей действительно недорого эти прям вот этот ножик до такой вот под колесо попадет и что же мне а тапочки у нас тапки хорватии не самые дешевые ну блин реально вот если хочешь дешевый купить до дерьма сколько хочешь там причем дерьмо не самое такое например тапки без нормального без нормальной как сказать господи подошвы вот просто прослойка какого-то поролона и ткань ноги искривить и сломать без проблем вот они стоят ну скажем так 20 куна например если в кунах брать это самое меньше я недавно нашла в магазине вы вам узнаете и правильному не знаю вы говорили нет дайхман вот у них были на снижение но я заплатила может по как раз по 20 кун на снижение 15 куна так где-то не помню точно хороший очень и тут я прихожу в эти плодины и там по 10 куна даже кому 950 что такое супер акция я так обалдела и точно размер дочки взяла и еще две пары потому что ну не люблю когда зачуханной задрыпанная иногда пару бабушки оставлять иногда где-то закинет там под кровать и чтоб вот не бегать по дому там у нее в комнате наверху берешь сразу несколько пар и там стираешь зимой да например и в общем так довольна осталась даже сама продавщица на кастера 10 кун такая аж охренела потому что они обычно 50 но значит разница в как минимум в пять раз и вот так вот по мелочам под для дома продукты там например есть рыбное дело я так быстро пробежала меня особо не порадовала всякие там креветки морская вот эта шняшка была как-то дороговатый качество ну как не было 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 на акциях не очень красиво выглядело иногда на летаж вообще классные продукты да потом всякие там наборы мясные кости разные штуки ну в общем прошли по магазинам с мебелью и нашли ну видели пару диванов классных очень хорошие например для себя бы таки взяла где-то 200 евро стоит всего но это сейчас реально хорошая цена если посмотреть по другим магазинам очень подорожало все последних пару лет там три года когда мы квартиру свою например закупали все и блин но единственное что это действительно покупать и очень хорошо следить потому что они так вы были текстиль в таком формате что покрывать его как бы жалко ну вот этот вот декор его сам покрывать засрешь потом фиг отстираешь чехлы не снимаются ну все равно хорошие вещи нашли обошли все это как-то немного сумбурно и бегом поэтому но не стала показывать кофе хороший там даже в маленьком кафе вот вроде этот пэвэкс строительный магазин очень классный кофе всегда мало но вкусны и хотела еще сказать но я так думаю что я поеду опять я купила кисти разные глупости потому что по дому надо опять кое-что там силиканировать кое-что надо поставить у нас там магазин есть градже там например если даешь деньгами тут тебе 25 процентов на всю скидка но очень выгодно кстати реально если много закупаться мы так очень много денег сохранили в свое время и вот даже дума печку мы прошу пришли в этот балхаус наш печи были по 2 800 до 3000 куна можно было найти небольшую узкую нас слишком большая у нас зимы не такие холодные нам слишком жарко вот когда мы большую печь ложим и вот сейчас тоже думала блин менять не менять уже в прошлом году хотела в этом ну не знаю может быть а может быть и наоборот подождем сезон и когда сезон закончится тогда будет уже выгоднее как бы покупать наша в общем то не такая старая третий год но такие дела в общем порадовала меня вчера я обычно у нас по магазинам тоже находишь какие-то снижения акции глупости но все-таки выбора такого нет и даже вот я смотрела рекламы были в других вот есть еще кроме этой индустриальной зоны есть еще один квартал в реке шкурини что ли называется блин я постоянно забываю эти названия как-то мне загреб был ближе и лучше запоминала в общем то у них такое тоже место где там вот простого того же лидла по продуктам до кучи всего и вот декатлон спортивные все эти штуки вещи еще разный там тоже иногда любим это и поехать и вот как говорят здесь и из когда этот юск как правильно выговаривается у них большие огромные снижения удивительно сейчас как раз перед зимой у них там пледы одеяло теплые хорошие вот реально по духе все у них на снижение постельная но мы туда не поехали потому что это две разные стороны мотаться конечно это слишком в один день это крыша поедет вот я думаю следующий раз поехать или на одно это место или на вторую опять прикупить кое-какие мелочи тогда уже может быть поснимаю вот такая вот вот такая вот история короче вчера уставшие но довольны приехали к вроде покупаешь все самое необходимое с небольшим запасом вперед но нужны вещи а когда ты ну в итоге у значит на 60 евро ты как минимум 40 сохранил да но это конечно очень даже радует